Сегодня посетители «Спартак» встречают пустыми глазницами окон. Да и внутри выгоревший зал до сих пор хранит запах гари. Проходить дальше порога опасно для жизни. Обваливается потолок. Но, несмотря на такую картину, не всё так трагично, отмечает руководство спорткомплекса. Мы вместе с сотрудниками, даже не привлекая сторонних организаций, но только профессиональных энергетиков привлекли, мы практически за два дня восстановили всё энергоснабжение комплекса. Мы понимаем прекрасно, что вот-вот начнётся сезон дождей. Мы сейчас ведём полностью работу, которая исключила бы затопление других частей корпуса. Нет. Работа, как вы видите, она идёт напряжённая, огромная. Ежедневно в «Спартаке» занималось от 200 до 500 ребят. Они сегодня больше. Остальных переживают о будущем комплекса. Но руководство даёт утешительные прогнозы. Уцелевшие от пожара залы заработают уже в начале будущей недели. К тренировкам приступят футболисты, боксёры, борцы. Найдётся место и для гимнастов. Необходимо лишь доделать аварийный вход. Я хочу очень отметить то, что никто не упал духом, никто не отпустил рук. Все мы работаем абсолютно очень дружно. И те помещения «Спартака», такие как зал бокса, второй зал бокса, игровой зал, зал борьбы, они практически восстановлены. И уже сегодня-завтра дети, которые занимались в этих залах, они уже получат возможность продолжить свои занятия. Что касается гимнастического зала, то, конечно, о его работе в ближайшее время не может быть и речи. Сумма в 30 миллионов для профсоюзного учреждения неподъёмная. Поэтому прежде чем просить поддержки специально созданной комиссии, необходимо сформировать все свои предложения, определиться, какая именно помощь необходима. Через неделю должно быть выработано общее решение. Напомню, пожар в спорткомплексе «Спартак» произошёл 9 октября по причине короткого замыкания.